Почему мы не умеем учиться на ошибках других людей? Михаил Астрахань. Потому что мы себя считаем сомневанными. Это простой и максимально честный ответ. Это удивительно, и я не случайно в красной таблетке об этом рассказываю. Каким бы человек ни был бестолковым, он удивительным образом продолжает думать, что он в целом умнее окружающих. И даже в специальных учреждениях, где люди с диагнозом соответствующим, они все равно будут считать себя сведущими, соображающими, понимающими и так далее. Это такое когнитивное искажение. Вы вспомните свое детство. Вы что, считали себя какими-то неумными? Все в детстве считают себя просто светочными мыслями отцами русской демократии. Это от других, просто не Алене Гараш. Особенно взрослые, родители. И в результате этого мы действительно, как в результате всех когнитивных искажений, мы теряем тот объем эффективности, на который в принципе способны. Поэтому если вы думаете не о том, кто умнее, кто... Всегда же можно найти объяснение. Он накосячил, потому что и дальше вы объяснили, вам все стало понятно и так далее. Вы же умные. Особенно задним числом-то мы вообще просто все звезды прогнозов. Ничем нас не удивить. Поэтому задача, мне кажется, здесь, с одной стороны, разоблачать постоянно вот это когнитивное искажение, собственный исключительный интеллектуальный блеск своего. И второе, все время думать про эффективность. Эффективность, она состоит в том, что другие люди, они по сути дела создают для нас карту действий. Как надо, как не надо, что будет после этого, что будет после этого и так далее. Я в армии 10 лет прослужил. Такое есть выражение, что устав написан кровью. И когда ты читаешь этот устав, думаешь, ну такая муть вообще. Это же понятно, как вообще просто. Там все предельно понятно. И ты такой умный и просто страшное дело. Но применить это на самом деле огромно стоит труда, навыков и так далее. Поэтому хорошо, что если вы понимаете, способны объяснить, насколько вы способны приложить к собственной жизни эти ошибки, эти решения, представить, что вы могли быть на этом месте, вы могли эту ошибку совершить. И дальше в своих практических деятельностях это ощущение знания использовать. Вот в чем, собственно говоря, крутость учиться на ошибках других людей. И не то, чтобы их принизить. Они наошибались, а мы тут такие будем умными. А они совершили подвиг. Испытали твердость реальности крепостью своих черепных коробок. Иногда с жертвами. Так поучимся же у них.